В Институте Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ прошла встреча с первым западно-германским телекорреспондентом в СССР Фрицем Пляйтгеном. Это очень важная встреча, потому что за плечами господина Пляйтгена громадный опыт, который сегодня уже никогда не повторится. Никто не будет знать, как работать в условиях холодной воды войны в 20 веке. Известный журналист обсудил со студентами СПБГУ, какими качествами должен обладать современный журналист-международник. Также Фриц Пляйтген поделился со студентами собственным опытом. Он рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся, работая в СССР. А также поделился историей, как он стал первым иностранным журналистом, сумевшим пообщаться с Леонидом Брежневым. Но в принципе все было не так плохо, потому что в этот момент к нам уже начали подходить французские операторы, и им удалось заснять на камеру, как я задавал ему последние вопросы. Фотография генерального секретаря ЦК КПСС, разговаривающего с немецким журналистом, была напечатана в ведущих газетах СССР. Фриц Пляйтген признается, на следующий день он проснулся знаменитым на всю страну, а его работа в СССР стала проще. А каким требованиям журналист-международник должен соответствовать сегодня? Сегодня у журналистики есть очень серьезный конкурент, и это интернет, благодаря которому люди могут получать самую разную информацию. Но, к сожалению, интернет сегодня распространяет очень много лживой информации, в том числе и сфабрикованных данных. Послушать журналиста собралась полная аудитория. Студенты охотно общались с ведущим международником и задавали ему вопросы на русском и немецком языках. Организовать эту встречу помог Гёте-институт Санкт-Петербурга при генеральном консульстве ФРГ. Александр Машкович, Владимир Лушин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.